Готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к предстоящему отопительному периоду рассмотрели 29 сентября на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Руденя. В целом вся необходимая инфраструктура готова к холодам. Главное требование главы Верхнего Лжи строго выдержать сроки. Благодаря системной работе за два прошедших года в регионе снизилось количество технологических нарушений. Сейчас параметры готовности значительно улучшены. Достигнута максимальная прозрачность процесса. Более активно ведется работа по приемке объектов. На сегодня уже завершается подготовка к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства Верхнего Лжи, организации социальной сферы, многоквартирных жилых домов. Сформирован нормативный запас топлива. В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла. Еще в 15 запуск планируется до 1 октября. В 4 до 9 октября. Главное, чего мы смогли добиться, это заблаговременность к подготовке к отопительному сезону. Это произошло в муниципальных образованиях, где главы очень активно работают с старшими по домам, с управляющими организациями, с советами ветеранов. Отдельно стоит отметить статистику снижения аварий. Если в осенне-зимний период с 2017 года были зафиксированы 3, то в сезоны с 2018 по 2020 годы аварии отсутствовали вовсе. За два года на 9,3% снизилось количество технологических нарушений. На 16% их стало меньше на электросетях МРСК-центра. Последней удалось добиться этого в том числе и благодаря проводимой модернизации. Применяются инновационные методы. Мы на сегодняшний день заменили практически полностью старую, старого типа, изоляцию на линиях 110 кВт. И это тоже даст свой результат как в осенне-зимний период, так и в дальнейшем устойчивость сетей в последующие годы. К началу нового отопительного сезона в Верхневолжье шла подготовка 800 котельных, свыше 1900 километров тепловых сетей, более 6000 километров водопроводных сетей, 2500 сетей водоотведения, а также более 6000 километров электросетей. Показатели готовности по этим направлениям составляют от 97 до 99%. В текущем году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделено порядка 575 миллионов рублей. В план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах. В ряде районов работы еще продолжаются. Первый наш проект, который дает свой результат, это Балагое, Нелидово, Конаково, Торжок, зато Озерном. Уже построена новая котельная, достаточно серьезная по эффективности. На этом же заседании глава региона также поручил областному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Минтрансом области, компаниями Твереводоканал и Тверская генерация проработать вопрос о приобретении в ближайшее время новой коммунальной техники. Кроме того, должен быть сформирован запас материально-технических ресурсов. То есть надо как минимум работать в том же темпе, что и в последние несколько лет, чего удалось добиться благодаря политике консолидации, проводимой региональными властями. Напомним, что помимо объектов теплоэнергетического комплекса, в Тверской области к ближайшей зиме велась подготовка свыше 11 500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,2%. Паспортами готовности обеспечены более 98% многоквартирных домов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова